Всем привет, с вами AppleTem, и в этом эпизоде мы с вами поговорим о iPad 5 и iPad mini 2-го поколения. Давайте начнем. Для начала давайте начнем с того, когда нам ждать презентацию iPad 5 и iPad mini 2-го поколения. В интернете есть сайт Allsing Digital, у него походу есть свои подвязки в Apple, потому что они никогда не ошибаются по поводу новостей, которые постят на своем сайте о продукции и компании Apple в целом. Они говорят, что презентацию iPad 5 и iPad mini 2-го поколения стоит ждать 22 октября, то есть совсем скоро. Именно поэтому я и решил записать это видео, в котором расскажу вам все слухи и все новости о iPad 5 и iPad mini 2. Теперь, когда уже мы с вами определились с датой презентации, давайте поговорим о iPad mini 2. Именно он, я думаю, пойдет первым на сцену, просто потому что, как было с новыми айфонами, сначала пошел 5C, бюджетная, типа версия, а потом уже 5S, флагман, старший флагман Apple. Точно такая же история, я думаю, будет и здесь. Сначала нам покажут iPad mini 2-го поколения, а затем уже iPad 5. Поговорим о возможной начинке iPad mini 2-го поколения, давайте начнем с процессора. Разные ресурсы склоняются к разным процессорам, это либо A6, либо A7. Лично мое мнение, это скорее процессор A6 в новом iPad mini 2, чем A7. Просто потому что, зачем новому iPad mini новый процессор A7 с 64-битной архитектурой? Хотя, с другой стороны, зачем в iPhone 5s этот самый процессор A7? Тут можно говорить долго, и, пожалуй, я сейчас все-таки склонюсь к новому A7. Просто потому что говорят, что в новом iPad mini 2 будет Touch ID, тот самый сканер отпечатков пальцев. И он работает только с процессором A7. Соответственно, если Apple хочет поставить этот Touch ID в iPad mini 2-го поколения, то нужен процессор A7. Также можно подумать, что Apple хочет перенести всю свою мобильную линейку устройства, именно iPhone, iPad, ну и, может быть, даже в будущем iPad Touch, на процессор A7 с новой архитектурой. И это, в принципе, логично, так что, пожалуй, что касается процессора в iPad mini 2, это A7. Далее, все ожидаемо, это первый ретинный экран. Именно ретинный экран был ключевым фактором при выборе планшета у покупателей. Некоторые покупатели не покупали iPad mini первого поколения, просто потому что там не было ретинного экрана. Я думаю, во втором поколении Apple исправят, хотя, с другой стороны, есть информация о том, что Apple не давала заявки на производство ретинных экранов для iPad mini. То есть, поживем и видим. Я все-таки склоняюсь к тому, что ретинный экран будет в новом iPad mini 2. Что касается оперативной памяти, то на одном гигабайте мы и остановимся. Два гигабайта просто не нужно в новой mini 2, и поэтому, я думаю, туда Apple эти два гига и не будет ставить. Оперативной памяти будет один гигабайт. Что касается камеры, камера останется точно такой же, как в iPad mini первого поколения, просто Apple увеличит количество пикселей. Это сделает фотографии ярче, четче и светлее ночью. Осталось поговорить только о дизайне. Дизайн не изменится с первого поколения, останется точно таким же. Единственное, что может добавиться вот эта вот кнопка Home со сканером отпечатков пальцев и ободком под цвет устройства. И также ходят слухи, что появится iPad mini золотого цвета, и золотым цветом вообще беда, потому что iPhone 5s в золоте, его мало на рынке. И барыги местные продают этот iPhone 5s золотого цвета по двойной цене. Думаю, с iPad mini 2 такого не будет, если он будет в золотом цвете. Apple сделает их достаточное количество. Давайте поговорим о iPad 5 поколения и начнем, пожалуй, с дизайна. Что касается дизайна в новом iPad 5 поколения, то я думаю, он его полностью позаимствует у iPad mini. И тогда Apple может подать на себя в суд, например. И, соответственно, это будут более маленькие рамки по бокам устройства, и, конечно же, он станет тоньше, потому что технологии шагнули вперед. Много времени прошло с момента выхода третьего и четвертого iPad'ов, батареи там и прочая фигня уменьшились. И поэтому стоит ожидать того, что iPad будет тоньше. Также, я думаю, это будет стереодинамик. Apple поставит такой же стереодинамик, как в iPad mini, и теперь у нас и на большом iPad будет полный стерео. И, конечно же, стоит ждать Touch ID, тут без вопросов, мне кажется. Тот самый сканер отпечатков пальцев придет на новый iPad 5. Уже были утечки и видео, и фотографии нового корпуса iPad 5. И тут говорят, что будет новый цвет в линейке, а именно Space Gray. Про золотой пока что ничего не слышно, и слава богу, лучше бы его даже и не было. И, соответственно, вот, в принципе, на этом и все, что касается дизайна. Также еще хочу добавить, что теперь задняя крышка будет полностью покрашена в какой-то определенный цвет. То есть, либо белый, либо Space Gray, либо черный, если черный вообще будет. Последнее, о чем нам осталось поговорить, это о возможных характеристиках iPad 5-го поколения. Начнем мы с процессора, и тут, по-моему, без вариантов. Это A7, A7X, если быть точнее, доработанная версия A7-го под большой экран iPad. Далее, 2 гигабайта оперативной памяти. Apple просто должна увеличить объем оперативной памяти в новом iPad. И, что касается камеры, камеру точно так же увеличат в плане пикселей. Просто увеличат количество пикселей на дюйм, и, соответственно, камера будет захватывать больше света и делать снимки четче. В принципе, на этом и все. Ну и, конечно же, Touch ID, тот самый сканер отпечатков пальцев. Куда же без него деться? Он тоже будет присутствовать в новом iPad 5-го поколения. А на этом все. Это все самые горячие слухи о новых iPad, которые мы с вами ждем 22 октября. Осталось просто дожить до 22 октября, и мы увидим новый iPad mini 2 и iPad 5-го поколения. А на этом все. С вами был Apple TM. Если вы тут впервые, то подписывайся на канал, вступай в нашу группу ВКонтакте, ставь пальцы вверх, они очень важны. Не забывай о яблочках. Пока!